На 178 скважине у КПГ-6 близ села Дедуровка работа кипит вовсю. Эта скважина одна из самых старых, где ведут добычу газа уже более 40 лет. Горно-геологические условия меняются, меняется давление с отбором газа, ведь мы уже по этой зоне отобрали порядка 70% первоначальных запасов газа и газового конденсата. Но тем не менее 30%, которые остались в пласте, мы стремимся максимум из этих остаточных запасов отобрать. Однако эти самые, пока не освоенные 30% местных запасов заставили газовиков поломать голову. Чем старше месторождение, тем труднее дается газ. Вся проблема возникающей обводненности скважин. Говоря простым языком, при откачке газа падает давление между пластами, эти пустоты стремится занять вода. Она-то и осложняет дальнейший процесс газодобычи. Справиться с этой проблемой призван новый испытательный полигон. В данный момент на скважине идет апробация новых методов, то есть по излечению газа электроцентровежным насосом. В данный момент сейчас происходит замена центровежного насоса на более совершенственный. Он освобождает пласт, воду, выгоняем оттуда насосом, и поэтому приток газа идет больше. Соответственно, и добыча газа повышается. На данный момент в области действует более 700 газовых скважин. 70% из них обводнены. Но эти самые обводненные недры таят в себе большие запасы газа, выработка которого может продлиться еще на ближайшие полвека. Главное – найти ключ к оптимальной добыче газа. Полигон на первоначальном этапе – это 5-6 скважин. То есть 5-6 насосов будут одновременно работать, и мы будем анализировать эффективность работы этого насосного оборудования. Если, значит, работа этого оборудования будет достаточно эффективна, то мы вынуждены будем переходить к механизированному способу добычи и на других промыслах, и на других участках. Яна Корчик, Станислав Доминов. Наше время.